Вчера я была на свидании достаточно далеко, мы ездили в Полтаву, оттуда еще примерно 47 километров, в такие заповедные гончарства. Очень давно хотела попробовать что-то слепить своими руками из глины на специальном оборудовании, в таком специальном месте, и вот вчера как раз все это попробовала. На свидании я была с Женей, что помнила о Жене до свидания, кроме того, что он занимается вареньем, очень много говорит, ничего о нем больше не знала и не запомнила. Выбрала изначально и пригласила его на следующее свидание просто пообщаться, просто провести время, думала, что возможно он устроит что-то связанное с кулинарией, может быть с тем же вареньем. Но Женя вчера очень приятно удивил, и за весь день не было ни одного разговора по поводу его работы. Мы разговаривали о его семье, мы разговаривали о каких-то прошлых его моих отношениях, обсуждали планы на будущее. Было видно, что есть моменты, которые его беспокоят, есть прошлое, которое его немножко в чем-то тормозит. Я помню эту историю его с сестрой, когда она очень рано забеременела и родила ребеночка, и Жене пришлось с 12 лет уже заниматься с детками, ухаживать, помогать, чему-то обучать, ночью не спать, молочко разводить. И вот эти такие детские моменты, они создали свое дело в том плане, что, как он мне еще рассказал, он очень категорически относился к детям, он их не хотел, не любил и вообще не воспринимал. Может быть, поэтому у него не складывались какие-то серьезные отношения, но буквально там какой-то год назад, как он мне рассказал, он посмотрел на всю эту историю, ситуацию уже со стороны, он понял, что это был для него хороший опыт, и сейчас он уже готов к семье, к деткам и очень этого хочет. Вот, наверное, вот этот такой его маленький рассказ и одна короткая фраза о будущем поменяла мое отношение к нему. И очень было заметно, что он хотел все это делать, что-то его никто не заставлял, он не пытался через себя переступить, он просто вчера был простым парнем Жени, вот таким, как он, когда он приходит с работы, остается один или встречается со своей семьей, с друзьями. Он не включал Женю бизнесмена, который сутки напролет работает, занимается вареньем, у него вообще нет свободного времени. Был простым, адекватным парнем. Вот как раз тем парнем он был, которым я говорила на кастинге, что мне такой нужен человек. Я не хочу сейчас там загадывать на будущее, как-то говорить о, возможно, его фаворитстве на проекте, или что мы будем делать после проекта. Но по всем тем критериям и рамкам, которые я себе поставила, придя сюда, для того, чтобы найти своего будущего мужа, вчера он подходил. Поэтому я счастливая, довольная. Продолжение следует...